МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СССР, подскажите на меня. 08, плавно набирай высоту, как принял? Было бы странным с моей стороны и подлостью не летать. 888, продолжай поиск упавшего самолета. Каким курсом доходил самолет? Вдоль лопасти. В полете было видно, как она вся дышит. Кому эвакуация нужна? 12 человек. Высота где-то метров 550. Удар страшной силы. Потрясает вертолет. Стазебная команда будет двигаться в сторону батарейки. 555, продолжай поиск следования цели. Это моя жизнь. 2,20, кген. Доворачивайся до курса 30. Цель модеврирует. Там температуры были очень большие, за тысячу градусов. Поэнергичнее? Понял. Если кто будет говорить, вертолет, слово, буду выгонять сразу. Далеко от 2,21 для догона. Я понял. Я зайду, мы по-на первую атаку поймем. Цель уничтожена. Возвращайтесь. Россия сегодня считается самой вертолетной державой. Не зря конструктор Михаил Миль говорил, что наша страна буквально создана для вертолетов. Лучше всего к нашим вертолетам подходит слово «самый». Самый массовый — Ми-8. Он летает на всех континентах в 100 странах мира. Самый большой — Ми-26. Он единственный в мире, может поднять боевую машину пехоты. И самые маневренные вертолеты Камова. Только они могут в шторм сесть на палубу корабля. Чем отличаются наши вертолеты, вы говорите, российские? Безангарное хранение раз от минус 50 до плюс 50. Просто в эксплуатации выполняют функции и задачи. В жарком климате, условиях Арктики, Севера, Высокогорья. Наши новые вертолеты тоже самые-самые. Самый мускулистый — легкий вертолет «Ансар». Самый комфортный — Ми-38. И самые грозные в мире боевые вертолеты — ночной охотник. И аллигатор. Вертолет Ка-52 «Аллигатор». Настоящее произведение военного искусства. Есть много вещей, которые в мире делает только он один. «Аллигатор» — единственный в мире вертолет, который может лететь хвостом вперед и делать плоский разворот, то есть резко развернуться на месте. Он способен лететь в одну сторону, а стрелять в другую. Даже на скорости 100 км в час. Уникальная машина, которая может боком идти до 120 км в час. Просто такого, я не знаю, нигде. И, конечно, любые ветровые нагрузки и любой пилотаж — это все, что называется, уже в кармане этой уникальной машины. И, кстати, это единственный вертолет в мире, который предусматривает статапультирование пилота. Было одно непременное качество, которое нельзя было не выполнить. В ТЗ главком записал, что этот вертолет должен превосходить вертолеты противника. И ведь превосходят. Аллигатор может непрерывно обстреливать цель. Этот маневр называется «воронка». Сам вертолет двигается по краю воронки. Так противнику в него труднее попасть. Этот вертолет уникален. Может летать боком, задом, на любых высотокогорных площадках произойти посадки. То есть запас мощности у него обеспечивает посадки при любой скорости ветра и на любых высотах. Не испытан еще весь спектр тех фигур, которые можно выполнять на данном вертолете. Арсеньев. Образно говоря, самый летающий город Приморья. Находится в 250 километрах от Владивостока. Именно здесь расположен авиационный завод «Прогресс», на котором выпускают К-52. «Прогресс» — предприятие федерального значения. Ну а для местных жителей — главный работодатель. Когда-то «Прогресс» выпускал вертолет Ми-24. Город так этим гордился, что вертолету поставили памятнику Центрального дома культуры. Существенную роль в этом развитии города, развитии территории сыграл этот вертолет Ми-24. Поэтому он для нас очень дорог. Потом был К-50, а сам Арсеньев стал городом летающих акул. А сегодня акул дополнили аллигаторы. Так называется боевой вертолет К-52, который сейчас выпускается на заводе. Сборка вертолета — дело сложное и долгое. Вначале он похож на остров динозавра, такой же большой и необычный. Уже потом появляются фюзеляж и силовые агрегаты. Даже по едва наметившемуся облику уже можно понять, что строится боевой вертолет. На фюзеляже есть специальные места для крепления листов брони. Пройдет больше года, прежде чем вертолет сможет подняться в небо. Развитие военной техники — это вечная борьба с противником и во время войны, и в мирное время. В 90-е годы мировые эксперты в один голос утверждали — превосходство США в армейской авиации над Россией стало фактом. И это навсегда. Они ошибались. Прошло всего 10 лет, и в нашей стране появились лучшие боевые вертолеты в мире. Это «Беркуты». Пилотажная группа российских ВВС. «Беркуты» частенько бывают на авиапарадах. Как, впрочем, и многие другие пилотажные группы. Но только «Беркуты» показывают такие демонстрационные маневры, как прикрытие высадки десанта группой вертолетов или групповой воздушный бой вертолетов. Пилотаж «Беркутов» настолько уникален, что ему даже придумали образное название — «Танец с саблями». «Беркуты» летают на шести ударных вертолетах Ми-28 «Ночной охотник». Ми-28 — это летающий танк. Бронированная кабина позволяет не реагировать даже на прямое попадание фугасного снаряда. Ми-28 «Н» является одним из немногих в мире вертолетов, который может летать на высоте 5 метров с огибанием рельефа местности. Это как днем, так и ночью. В любую погоду. Там очень сильно бронированная кабина. Там сложный комплекс. Там стоит уже подвижная пушечная турель с пушкой калибра 30 мм. Так что у этого вертолета еще большое будущее. Главным фактором в развитии военного вертолета строения всегда была внешняя угроза. Почти каждый боевой вертолет в нашей стране был ответом на потенциальную опасность. И надо отдать должное. Российские конструкторы часто превосходили своих иностранных коллег. Хьюи — любимый вертолет сценаристов Голливуда. Он появляется почти в каждом боевике. Герои сидят в открытой кабине, беспечно свесив ноги за борт. Но на самом деле это не лучший вертолет. Главной ударной силой ВВС США была Кобра. Охотиться на американскую Кобру должен был российский крокодил. Так его прозвали в войсках. Официальное же название — Ми-24. Конструктор Михаил Миль называл вертолет Ми-24 воздушной боевой машиной пехоты. Западные журналисты писали, нет ничего прекраснее и ужаснее, чем Ми-24 в атаке. Это был уже, так сказать, ответ на вьетнамскую войну. Создавая этот вертолет, Миль знал, что требуется армия. Наступала новая эпоха, когда главным преимуществом в войне становилась мобильность подразделений. Родилась идея посадить пехотное подразделение на вертолет. Но не простой, а скоростной маневренный, защищенный броней и вооруженный мощным ракетно-артиллерийским оружием. Кабина тандемная, но она с такими ямочками на щеках. Сначала она оказалась немножко чудной, а потом мы привыкли, она оказалась красивой. Я, например, считаю, что она красивая, эта машина. Этот вертолет является одним из самых быстрых боевых вертолетов в мире. Он воевал в знойных азиатских пустынях и тропических лесах Африки. Но боевая слава пришла к нему в Афганистане. Уникальный винтокрылый штурмовик стал символом той войны. Афганские боевики говорили, мы не боимся русских, но боимся их вертолетов. Шейтан Арба называли их вертолеты, вывезли в Афганскую войну. Потому что и без вертолетов там было бы сложно. О, здравствуй, мой родной! С этим вертолетом Ми-24 мы столько лет дружили. Ровно 30 лет. Понимали друг друга, спасали друг друга, воевали вместе. Ривса Хабудинов. Герой России. Боевой летчик. Он более 30 лет летал на 24-ке. Смерть была близко много раз. Но каждый раз вертолет вытаскивал его с поля боя. Я налетал за полтора года 540 часов в небе Афганистана и 480 боевых вылетов совершил. Да, действительно, это уже вертолет, я чувствовал как свое тело. Я летал уже практически с закрытым глазом, можно сказать. После возвращения из Афганистана на одном исключении, одним снарядом попал, неуправляемым снарядом, попал прямой танк. Потом рассказывал, что рукой полетом на поле гоня чуть не ахнул. С кресла, говорит, чуть не упал. Такого не бывает при Родине. Во время боевой операции под Кандагаром Сахабудинов принял сигнал о помощи. Сел. В кабину загружают ранено. Первого, второго, третьего. Все, больше не взять. Высокогорье, разреженный воздух. Еще 20, ну 30 килограммов груза, и вертолет просто не сможет взлететь. А тут заносят четвертого, пятого, шестого. Всего 12 человек. Перегруз сумасшедший. Только как объяснишь это раненым? Как выгрузить недовыштур? Нет, об этом даже разговоры не может быть. Как можно? Это человек практически бросит насмерть. Такого даже в голову не приходит. И он принимает, наверное, самое авантюрное в своей жизни решение. Никого не высаживать, а попытаться взлететь, съехав на скорости в пропасть. Впереди ущельный был. С разбега, по самолетному, и мы провалились в ущелье. Ну, думаю, если погибнуть, значит вместе. Если выживем, значит тоже вместе. Ну, взлетел. Ну, если им не получилось, значит все погибли. Что делать? Война. За столько лет полетов на 24-ке Сахабуддинов мечтал только об одном. Когда-нибудь сказать спасибо конструкторам этой удивительной машины. И сегодня мы предоставили ему такую возможность. Риф Раисович встретится с человеком, который вместе с Михаилом Милем участвовал в разработке легендарного вертолета. С Евгением Яблонским. Разрешите? Здравствуйте. 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 Огромное спасибо за ваш вертолет, на котором я летал, воевал. Победил, можно сказать. Остался жив, здоров. Дослужился до генерала. Вот в итоге, как говорится. Ну, слава богу, да. Ми-24 служит до сих пор. И не только в нашей стране. Он продолжает оставаться в строю армии 40 стран. Он победил Супер Кобру в небе Ирана, Пуму Ван Голлер, Апач в Корее. Но самое удивительное, в Ираке он сбил сверхзвуковой истребитель Фонтон. Единственный раз в истории авиации дуэль вертолета и самолета закончилась победой Ми-24. Наши вертолеты самые надежные. Сегодня кажется невероятным, что в сложные 90-е годы Россия чуть было не потеряла свои уникальные вертолеты. В составе армейской авиации стало вдвое меньше винтокрылых машин. Конструкторские бюро потеряли контроль над серийными заводами, каждый из которых пытался самостоятельно выжить, иногда просто распродавая оборудование. И задержка по зарплате была 9 месяцев, но коллектив выжил. Мы другие стали, мы выросли. И по сути дела, ну так мягко говоря, сами себя вытащили из того положения, в котором были заводцы. Это все родилось в 90-е годы. К счастью, Россия сумела быстро восстановить свое первенство в мировом вертолетостроении. У нас всегда хватало тяжелых и средних вертолетов. А вот с легкими дела обстояли похуже. Рынок заполонили европейские вертолеты. Но мы не стали идти по пути конкурентов и догонять их. Мы создали новый прорывной вертолет. То, чего еще нет ни у кого в мире. Вообще история с «Ансатом» она уникальна. Мы опередили время свое. Определили во многом будущее для вертолетостроения, потому что изначально «Ансат» создавался как вертолет, который способен дистанционно управляться. Он создавался фактически как беспилотник, как автоматическая машина. «Ансат» выпускает Казанский вертолетный завод. Это самый большой в мире производитель вертолетов среднего класса. Завод – часть холдинга «Вертолеты России», в который в 2007 году вошли все российские вертолетостроительные заводы и конструкторские бюро. Это и стало толчком к бурному развитию отрасля. Нам надо было восстановить позиции на мировом рынке. В 2007 году уже было создано акционерное общество с правильным, я считаю, названием «Вертолета России», которое олицетворяло все возможности наших конструкторских бюро, миль, камов, серийных заводов, агрегатных предприятий. Сегодня основу производственной программы завода составляет МИФ-8 и его модификация. Половина восьмерок, построенных за всю их историю, была выпущена в Казани. Самый интересный – цех по изготовлению лопастей. Здесь перематывают, запекают и склеивают. Лопасти вертолетов бывают трех типов – металлические, композитные и смешанные. Композитную лопасть делают из стеклопластика. Сначала нить из стекловолокна перемешивается с пластиковой. Затем наматывается на форму. И запекается в печи. Так делают лонжерон – основу лопасти. Хвостовую часть производят отдельно и позже приклеивают к лонжерону. Знаете, что у нее внутри? Бумага. Правда, непростая. Она склеена в соты и пропитана специальным составом. Так что легко выдерживает вес человека. Инженеры утверждают, что это лучшее сочетание легкости и прочности. Меняются материалы, меняются подходы к изготовлению. Просто сама конструкция, она может быть и остается неизменной, но вот именно технологичность, технология ее меняется очень сильно. После сборки опытная модель вертолета проходит испытания. Самое неожиданное из них – проверка вертолета на птицестойкость. Выглядит это так. По частям вертолета стреляют из пушки куриной тушкой. Она летит со скоростью 250 км в час. Если фюзеляж и стекло выдержат, вертолет прошел проверку. Испытания на аварийную эвакуацию проходят не менее зрелищно. Вертолет ставят в ангар в полной темноте. И пассажиры должны выбраться из него за определенное время. Испытания на аварийность. Отсек с баком для горючего бросают с высоты 15 метров. Если он не потерял герметичность, проверка пройдена. Но самая опасная проверка – авторотация. Приземление с выключенными двигателями. Не разбиться вертолету позволяет несущий винт, который продолжает вращаться. Вот сегодня выполнялись полеты на ансате. Это подготовка к посадкам на режиме самовращения. То есть на авторотации. Вот видели, как достаточно очень резво снижается вертолет. Ну и выполняет маневры. Виктор Русецкий – летчик-испытатель. Один из самых опытных пилотов Татарстана. В небе уже почти 40 лет. Чего он только не делал. Однажды с помощью вертолета пришлось выдружать крест на храм. Да перестаньте. Как я главный строитель. Да нет, ну просто так, как говорится, выпадало. Сегодня главная задача Русецкого – завершить испытание вертолета «Ансад». Я уверен, что у «Ансад» есть хорошее будущее. Я сам пилотировал. Машина надежная, серьезная, современная. Надо сейчас ее просто форсированно двигать вперед. Такое быстрое возрождение вертолетостроения в нашей стране стало возможным только благодаря советским конструкторам. Эти энтузиасты и асы своего дела заложили в вертолеты такой потенциал, что его хватило на десятилетия. В Советском Союзе параллельно развивались две конструкторские школы. Первая, так называемая, «Одновинтовая». Так устроено большинство вертолетов в мире. Один несущий винт над кабиной и один рулевой на хвосте. В конструкторском бюро Камова родилась другая схема, так называемая «соосная», когда два винта расположены друг над другом. Сегодня такие вертолеты могут строить только камовцы. Конструкторское бюро «Миля», взявшее за основу традиционную схему, стало родоначальником самых массовых вертолетов в мире. Наши «Ми» среди вертолетов — что-то вроде автомата «Калашникова» среди стрелкового оружия. К началу 21-го столетия было построено свыше 30 тысяч вертолетов «Миля». Число мировых рекордов вертолетов марки «Ми» превышает сотню по высоте, дальности, грузоподъемности и всепогодности. КБ «Миля» появилось в 1947 году. Это был ответ на геликоптерный, то есть вертолетный бум, который в то время царил в США. Там уже шло серийное производство вертолетов. Михаилу «Милю», как одному из опытнейших авиаконструкторов, поручили разработать первый вертолет. То, что он построил, видел каждый из нас в фильме «Полосатый рейс». Поручить легко, а вот построить на разработку одной только вертолетной лопасти ушли многие месяцы. Мы с нескольких конструкторов сидели и разрабатывали самые дикие конструкции. Просто сами удивлялись тому, что мы там рисуем. Конструкция лопасти очень сложная. Значит, когда-то был установлен киноаппарат на втулке, который был вдоль лопасти, снимал. И в полете она была сфотографирована. И было видно, как она вся дышит. И машет и так, и так. Ну, просто... Короче говоря, какой-то генерал посмотрел, пришел в ужас, он никогда в жизни вообще на вертолет не сядет, когда он увидел, что там с лопасти творится. Ми-1 стал первым советским серийным вертолетом. На нем было установлено 27 абсолютных мировых рекордов. Надежда Михайловна Миль, дочь знаменитого конструктора. Это фортепиано «Память об отце», как и его рисунки, которые она передала в музей. Все свои будущие машины Миль сначала рисовал на бумаге. И очень часто готовые вертолеты были точной копией рисунка. Я помню, один раз он нарисовал рисунок и сказал, вот такой у меня будет вертолет. Хотела бы, чтобы вертолеты, значит, прилетали в колхозы, в совхозы, а еще лучше, да, и стояла бы толпа людей, которая их ожидает. И вот, говорит, я считаю, что вертолет завоюет в себе будущее не меньше, чем у современного автомобиля. Ну, так и оказалось. Михаил Иванович вообще понимал, что роль вертолетов, особенно в случае какого-то ядерного конфликта, когда будет разрушена вся одноземная инфраструктура и дороги, и железные дороги, роль вертолета трудно переоценить, потому что это может остаться единственным средством мобильности войсковых соединений. Благодаря Михаилу Милю, Россия уже много лет оставляет за собой лидирующие позиции в производстве средних и тяжелых вертолетов. Сегодня самый большой грузоподъемный вертолет в мире Ми-26. Он принимал участие в войнах и спасал раненых. Тушил пожары и поднимался в горы. Он может поднять в небо 20 тонн груза, боевую машину пехоты, роту десантников, 60 раненых на носилках или самого себя. Этот винтокрылый гигант совершил очередную революцию вертолетостроения. Незабываемый аппарат огромный, мощный, а главное, такой есть только у нас. Никакой другой вертолет даже не приблизился к возможностям этого гиганта. На счету Ми-26 уже 14 мировых рекордов. Даже американцы были вынуждены признать, что в области транспортных вертолетов наш Ми-26 находится на совершенно недосягаемой высоте. Когда в 2002 году у США возникла необходимость эвакуировать из горных районов Афганистана два вертолета «Чинок», только Ми-26 оказался способен решить эту задачу. Помню то, значит, истинное наслаждение, так сказать, такого смешанного сарказма, который я испытал, когда пустил по кругу на большом заседании Совета России и НАТО фотографии, где наш Ми-26 вытягивает подбитый «Чинок». То есть висит «Чинок» под нашей, так сказать, огромной машиной. И я с удовольствием смотрел на выражения лиц НАТОвских этих деятелей, которые понимали, что, ну вот, прямое, просто прямое доказательство превосходства советской, а потом уже и российской военной вертолётной техники. Главным испытанием для Ми-26 стала работа по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Экипажу нужна была свинцовая защита от радиации. Единственным вертолётом, который мог нести не только тяжёлый свинцовый экран, но ещё и груз, был Ми-26. На нём и пришлось выполнять самые сложные монтажные операции. Это мы в Чернобыле подготовились к установке вот этой крышки. Гурген Карапетян — лётчик-испытатель. Один из опытнейших пилотов страны. Именно он поднял в небо и провёл испытания вертолётов Ми-24, Ми-14, Ми-26 и Ми-28. Именно его опыт выхождения из флаттера, вибрация разрушающих вертолёт, вошёл во все учебники полётной программы. И именно его отправили в Чернобыль закрывать реактор защитной крышкой. Генеральный конструктор настаивал на том, чтобы длина внешней подвески была 250 метров. А с такой внешней подвеской в Советском Союзе в то время летало три человека только. Вот Толя Грищенко, я летал, и ещё один из ЛИИ, ещё один товарищ. Мне уже было за 50. За 50. Толя Грищенко было 49 лет. А по закону, который у нас в Советском Союзе существовал, для всяких вот таких вот аварийных ситуаций, можно привлекать людей только до 45 лет. То есть формально мы имели полное право отказываться. Но как откажешь, когда на карту поставлены жизни миллионов людей? А сделать это могут всего три лётчика во всём Советском Союзе. Чернобыль, вот про Чернобыль было страшно. Страшно было, потому что никто ничего не знал. И как к этому относиться? Вроде бы уехал в командировку, а потом, когда началось это всё, начались эти разговоры, конечно, было страшно. Чтобы не поднимать тучи радиоактивной пыли, вертолётам приходилось работать с удлинённой внешней подвеской. Трос, на котором подвешивали груз, был в 10 раз длиннее, чем обычно. От экипажей требовалось неюженное мужество и ювелирное мастерство. Там температуры были очень большие за тысячу градусов, а уровень радиации на уровне реактора был 1700 рентген в час. Пять смертельных доз. Когда мы летали, у нас первое, вышли из строя все телевизионные, наша бортовая телевизионная установка. Она просто эмиссию потеряла и стала чёрной. У кого были электронные часы, они все перестали ходить. О работе Ми-26 в Чернобыле известно достаточно. Но мало кто знает о том, что там работали ещё и вертолёты Ка-27. После взрыва учёным необходимо было узнать, что происходит в самом реакторе, чтобы понять, как может развиваться ситуация. Самый худший прогноз — цепная ядерная реакция, которая могла бы стать страшнее бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Половина Европы могла бы превратиться в непригодное для жизни место. Нужна была дозиметрическая разведка. Над разрушенным реактором завис вертолёт Ка-27. Под ним, слегка раскачиваясь, на 300-метровом тросе висела трубка диаметром 10 сантиметров, раскрашенная в белые и чёрные цвета. Лётчику Николаю Мельнику надо было опустить эту гигантскую стальную иглу с датчиками в вентиляционную трубу. Это всё равно, что с высоты башни федерации комплекса Москва-Сити попасть в автомобиль. Сказать, что это было тяжело, ничего не сказать. Ка-27 отличается устойчивым и точным зависанием и лёгкостью маневрирования. Но это благодаря электронике, которая в Чернобыле просто-напросто не работала. Лётчикам приходилось вручную управлять вертолётом и вручную наматывать на лебёдку трос весом в 800 килограммов. Когда они приземлились, их руки от напряжения невозможно было разжать. Сейчас страшно даже представить, что было бы, если бы СССР не располагал в то время вертолётами. Смогли бы устранить последствия аварии? Думаю, что смогли бы, но только ценой каких жертв. Тогда бы народу погибшего и облучённого было бы неизмеримо больше. Сегодня конструкторское бюро «Миля» готово удивить мир ещё одной новинкой. В наши дни рынок средних транспортных вертолётов переполнен и очень прибылен. Так что нашему Ми-38 придётся работать в условиях жёсткой конкуренции. Он должен возить грузы, пассажиров, строить и спасать. Причём днём и ночью. В любую погоду. Базой для появления нового вертолёта был многоцелевой Ми-8, который поднялся в воздух в 1961 году. Об этом вертолёте разговор особый. Эта, образно говоря, рабочая лошадка стала легендой и своего рода визитной карточкой советского, а затем и российского вертолётостроения. Вертолёты Ми-8 работали в самых суровых условиях. Им не страшны ни сибирские морозы, ни тропические ливни, ни засуха. Вертолёт просто надёжен. Ми-8 прошёл все военные конфликты, включая Вьетнам, Эфиопию, Ближний Восток и Афганистан. Это, наверное, вертолёт, которому надо действительно ставить везде память на Ми-8. Насколько он надёжен, насколько он действительно в этом случае как бы нас тоже выручил. Михаил Черкасов – лётчик. В небе Афганистана на Ми-8 провёл около двух лет. Воспоминания о той войне сегодня хранятся в его памяти и в кабинете. Диски с песнями Владимира Высоцкого, о смерти которого он узнал, находясь в Афганистане. Как раз был год Олимпиады, 80-й год. Стопка писем от молодой жены, которая проводила мужа на войну через два дня после свадьбы. Это вот, которая писала я супруге, и супруга мне писала. Элётная книжка. В ней есть одна неприметная запись. Было записано так. Значит, 1 апреля, вертолёт Ми-8, при выполнении полёта на воздушную разведку в район боевых действий на высоте полёта 500 метров был сбит. В эти три строчки уместилось событие, которое едва не погубило весь экипаж. 1 апреля 1980 года впервые в той войне по вертолёту была выпущена ракета с тепловым наведением. Высота где-то метров 550, удар страшной силы потрясает вертолёт. Такое ощущение, что вот тросы управления все зазвенели. Вот. Сразу, значит, в кабине появился дым. Появился какой-то... Значит, я вижу, что обороты двигателей сразу пошли вниз. Полыхнуло. Вот керосин с потолка. Перед глазами всё прошло. И мама, и жена, и все близкие. Пришёл в себя какое-то мгновение от ужасного удара о землю. Выскочил и бегом бежать от вертолёта. Вертолёт горит, я от него убегаю. И я когда обернулся и увидел, что ребята-то сидят. Один сидит, схватился за голову, раскачивается в сторону, вот бортехник. Виталик пытается что-то, значит, через правый блистер вылезти, но у него что-то держит, то ли нога, то ли что-то не застряло в этом самом. Бегу, вытаскиваю Юрку, за шиворот хватаю. Выдёргиваю его как морковку оттуда. Потом за Виталькой тоже, значит, тоже вытаскиваю. Всё, ну, слава Богу, живы. В Афганистане вертолёты летали парой, страховали друг друга. Так что вторая восьмёрка вытащила их с поля боя, вытаскивала под огнём противника. Довелось заглянуть в иной мир, когда нам Господь сказал, нет, ребята, пока ещё живите. Рассказывать, конечно, это всё равно каждый раз переживать, переживаешь, это как бы всё равно, как то есть по спине идёт холодок. За героизм и спасение экипажа Черкасов награждён орденом Красной Звезды. В Афганистане лётчики открыли в Ми-8 новые возможности. Практически в каждом боевом вылете приходилось нарушать лётную инструкцию, наклонять больше, чем надо, совершать непредусмотренные манёвры и садиться там, где не положено. В конце концов, стало понятно, вертолёт может в два раза больше, чем предполагают правила. После той войны все инструкции были переписаны. Садились там берег крутой, значит, вот обрывы. Садились там хвост, он действительно был, свисал над рекой. Часто буквально вот зацеплялись одним колесом, вон где-то на какой-то откос скалы цепляется, вот над ним висит, чтобы устойчиво, чтобы можно было там высадить себя. А что делать оставалось? Восьмой самый надёжный вертолёт. Он самый такой изящный. Наверное, все признают, что лучше вертолёт не придумать для этого во всём мире. Созданный 50 лет назад вертолёт настолько удачный, что на него до сих пор поступают заказы со всего мира. Тогда ещё, в году 9 или 10, натовцы сами даже мы не инициировали. Они стали создавать трастовый фонд для сбора, финансирования, для подготовки в интересах Афганистана лётчиков и ремонта вертолётов МИЛЬ, то есть МИ-8. Те самые наши легендарные Мишки, которые настолько врезались в память афганцев, что они американцам в условиях, ну, считайте, полной международной оккупации засилия иностранных военных советников, они сказали спасибо Апачам, спасибо еврокоптерам, МИЛЬ, пожалуйста, вот дайте, этот МИ-8. Вот только он работает, уникальный, фактически, летающий калашников, работает в условиях погодных, природных, каких хотите, это тяжелейшие условия, где ни один вертолёт не работает. Кстати, лакированный красавец МИ-171 это как раз модернизированная версия легендарного МИ-8. МИ-8, он выпускается много лет. На самом деле, от того, первого МИ-8, значит, уже сегодня там ничего нет. То есть, осталось, наверное, только цифра 8. Фактически, значит, внутри там всё другое. МИ-171А2 вершина эволюции знаменитой «восьмёрки». Его ждёт весь мир. Высшая степень надёжности и комфорта. В нём, помимо кондиционера, есть даже шумопоглотителя. Вертолёт Ка-226Т — новая рабочая лошадка российской авиации. Он предназначен для работы в труднодоступных местах высокогорья, в условиях жаркого климата и над морскими акваториями. Вертолёт может быстро доставить медиков, эвакуировать пострадавших и, главное, в нём можно оказывать медицинскую помощь прямо во время транспортировки. Здесь очень низкий уровень вибраций. Мы в Гималаях достигли высоты 7100 метров. Вертолёт спокойно обеспечил пребывание на заданной высоте, заглушил двигатели и через несколько часов автономно запустился. В данном классе это рекорд. Этот вертолёт построен по соосной схеме, которую в своё время разработал Николай Камо. Именно он придумал слово вертолёт вместо иностранного геликоптер. Сейчас кажется невероятным, что оно кому-то казалось несерьёзным. поступило в авиационный институт. И лектор сказал на лекции, если кто будет говорить вертолёт, слово, буду выгонять сразу с зачёта и с экзамена. А надо, геликоптер. Я пришла домой и отцу говорю, вот, понимаешь, вот такую вещь нам сказал лектор. Это был 52-й год. А отец говорит, ну, и как ты собираешься говорить? Я говорю, я буду говорить вертолёт, пусть делает, что хочет. О том, что он будет заниматься летательными аппаратами, Камов знал уже со школьных лет. В 1923 году, блестяще закончив институт и получив профессию инженера, он становится простым рабочим на заводе Юнкерса в Москве. Немецкий язык знал. Кстати, и французский знал. Вот у него память была очень хорошая. Он хотел понять, как делаются самолёты. О вертолётах не было никаких разговоров. Он там во всех цехах был. И, значит, в результате он, конечно, много научился, многое понял. Многие конструкторы в мире брались за проектирование вертолёта с аосной схемой. Привлекала инженерная разумность, компактность, лаконичность конструкции. Но дело оказалось чрезвычайно сложным. Постепенно все конструкторы переключились на одновинтовые вертолёты. И только Камов остался вверен своей идее. Это просто инженерный талант самого конструктора, который сталкивается с трудностями, вот упорно идёт в этом направлении. Это не отнимешь он калаюча. Камов не мог смириться как инженер, что ему 13% мощности двигателя придётся отдать на какие-то потери на рулевой винт. Ему было жалко их отдавать природе. Вот так появились соосные винты. Малогабаритность вертолёта конёк Камова. Он старался подчеркнуть это обстоятельство при любом удобном случае. Дело в том, что при соосной схеме у вертолёта нет длинной хвостовой балки. Благодаря этому соосные машины необыкновенно манёврены. Они могут сесть вот на такую детскую площадку размером 12 на 3 метра. Они могут работать вблизи опушек леса, линии электропередач, в горах с крутыми склонами. В общем, везде, где вертолёты с длинным фюзеляжем и хвостовым винтом могут зацепиться. Есть области, в которых соосная схема просто незаменима. Я считаю, что это корабельный вертолёт. На авианосном корабле или, скажем, на вертолётоносце обычно используются вертолёты, которые наименьшей степени подвержены ветру. А ветер всегда сопровождает море, любое волнение, океан. Поэтому здесь, конечно, это камовские. Это считается высшей степенью мастерства. Сесть на корабль в шторм. Когда ветер раскачивает машину, а палуба ходит ходуном. Вертолёты КАС стали рабочими машинами моряков. В ангарах корабля каждый метр помещения ценится на вес золота. Соосные аппараты в этой ситуации оказались настоящей находкой. Николай Куклев — лётчик. Командовал морской авиацией России. Во время съёмок этого фильма он лежал в больнице. Восстанавливался после операции. Но даже несмотря на эти обстоятельства Николай Викторович нашёл в себе силы, чтобы рассказать о палубных вертолётах. Это моя жизнь, которую я прожил. Горжусь тем, что я прослужил в морской авиации. Если бы повторить свою жизнь, я бы, конечно, просто не задумывался. Я другого даже просто не представляю. Я живу полётом. Самая ответственная операция, которую пришлось выполнять Куклеву, связана с трагедией подлодки «Курск». Тела погибших моряков уже достали, подняли настоящее в море судно, объявили дату прощения, но разыгрался шторм. Доставить тела подводников на берег было невозможно. Лететь в такую погоду большой риск для экипажа. Не лететь тоже нельзя. Куклев вызвался сам. Докладывает крен запредельный, тангаш запредельный, ветер запредельный. Вот. Даём команду подготовить людей на всякий случай, если вертолёт надо будет удерживать, потому что нас просто снесёт с палубы. И вот тут уже пригодились, как говорится, камовские возможности. И мы очень хорошо приложили к палубе, шасси выдержали, вертолёт мы не сломали. Эта рискованная операция стала возможной благодаря опыту пилота и надёжности машины. Вертолёт К-27 это ведь тоже легенда. Это эпохальный вертолёт. Это, пожалуй, одно из лучших достижений конструкторского бюро Камова. Этот вертолёт создавался как охотник за подводными лодками. Он может работать на удалении 200 километров от корабля. При волнении моря до 5 баллов днём и ночью в простых и сложных метеоусловиях. И ни один корабль не выходит в море на боевое дежурство без вертолётов К-27. Сегодня на смену ему приходят вертолёты нового поколения К-29, К-31 и К-32. Недавно пришло замечательное сообщение. Сергей Викторович, три вертолёта К-32 без капитального ремонта налетали 50 тысяч часов. Это не рекорд для военной машины. Сегодня ресурс вертолёта К-32 прежде военный 500 часов. Это о чём говорит? Соосные вертолёты доказали своё право на существование. Дочь Камова Татьяна сохранила обстановку в кабинете отца такой, какой она была при жизни конструктора. Фотографии вертолётов на стенах, стопки научных журналов и стол, за которым работал Николай Ильич. Это память об отце. Для меня это очень важно. Перед самой смертью, когда скорая увозила его в больницу, Камов просил только об одном – не трогайте ничего на моём столе. К моему столу, пожалуйста, никто не подходите. Я ему говорила, я говорю, слушай, надо бы убрать, тут Бог знает, что творится, и всё лежит не на месте. Он говорит, у меня всё на месте, я всё знаю, где у меня лежит, ничего не трогай. Каждая бумажка весьма важная. Не зря конструктор Михаил Миль сказал, Бог создал Россию для вертолётов. Нам есть чем гордиться в прошлом и есть чем гордиться сейчас. Всем странам в мире могут выпускать авиационную технику, остальные просто не способны. Вообще авиационная промышленность, я считаю, определяет интеллект нации. У нас развернута работа по скоростному вертолёту. Задача дойти до 500 км в час. Я пока не буду вам раскрывать инженерное решение, оно уже есть. Мы друзья перелётные птицы, только быть наш одним нехором. На земле не успели жениться, а на небе жены не пойдём. Потому, потому, что мы пилоты, небо наш, небо наш, родимый дом. Первым делом, первым делом. Ну, а девушки? А девушки помог! Субтитры создавал DimaTorzok